Вы слушаете канал ЖАЖ.КЛАБ. Я – Человек. Глава 50. Широкая река. На землю плавно опускался вечер. Небесное светило, погружаясь за горизонт, кровавой раной олело на западе. Будто на прощание последние его лучи слепили отряду глаза. Нежная небесная лазурь сгущалась, ночная темень аккуратно обволакивала ее поверхность. Болезненно-бледный месяц все больше покрывался румянцем, светлел. Шаги охотников были стремительны, уверены, но лица их были уставшими. Молодой вождь Ро впервые действовал почти наугад и не мог просчитать все возможные варианты будущего. Что находится на тех таинственных землях? Сможет ли он прокормить племя? Будет ли почва достаточно плодородна? И не орудует ли там все те же огнедышащие горы? Вопросов было много и, к великому его сожалению, они не решались сами собой по мере продвижения. Гуэр был чуть более легкомысленен. Он возлагал большие надежды на своего юного соратника. К тому же Гуэр привык надеяться на выдуманных им божеств, как-то делали все поколения его миролюбивого племени. Он верил, что пока он почитает традиции предков, не страшны ему ни огненные горы, ни хищники, ни дальняя дорога. По причине своего спокойствия он почти безумолчно разговаривал. Постепенно его энтузиазм передавался остальным охотникам. С момента, как покинули они свои земли, пейзаж был почти не изменен, шумные деревья, пролетающие беззаботные насекомые, проталины, холмы, цветочные кустарники и величественные, ничем не прикрытое небо. Предельно потемнело. Путники решили устроить привал и отдастся власти накрывающего их сна. Перед тем, как лечь, войны подкрепились взятыми с собой припасами. Гуэр по обыкновению эмоционально им что-то рассказывал. В речах его описывались дальние земли, сказ о которых он слышал от отца, будучи совсем маленьким. Оказывается, где-то далеко растянулось белое-белое, будто облако – земля. Вместо дождей на землю падают белые узорчатые кусочки облаков. Когда ходишь по таким местам, земля мелодично хрустит под ногами. Но, как предупреждал его отец, в этих землях властвует страшный холод, спасением от которого служат лишь шкуры найденных животных. Под рассказы Гуэра три племени окунулись в сон. Нервный, мужественный храп прерывался скрипом романтичных сверчков, поющих оды своим возлюбленным. Пробудились путники, когда солнце еще не вынурнуло из земли, а темень не покинула мир. Лишь на самом востоке небесная синь наполнялась едва заметным светом. Пламя звезд еще не погасло. Путь продолжился. Продолжение читайте на сайте jash.club